А как можно было залажать на последнем слове, я не понимаю еще раз. Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле! И сегодня я буду тебя учить играть песню не каких-то фрешменов, а вот прям настоящая русская школа под названием Группа Любе. И именно эту песню ты можешь выучить и сыграть своим родственникам, чтобы они наконец-таки поняли, что вот этот инструмент называется не балалайка, а укулеле. И сегодня я научу тебя играть наконец-таки эту песню Группы Любе под названием Березы. На самом деле эту песню я услышала аж в далеком детстве, когда крутили сериал Участок с Безруковым на Первом канале, и вот как раз он играл эту песню. Поэтому сейчас садись поудобнее, бери там листочек, тетрадочку, ручку, если ты до сих пор не завел балаконот по укулеле или тетрадь по укулеле, то, во-первых, почему это первое, и второе, ты должен подписан быть на мой канал, иначе вся эта магия у нас не произойдет. Тем более у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков, ты помнишь об этом. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Да, скажу сразу, я ее исполню с каподастром, потому что данная тональность этой песни для меня слишком низкая, и у меня получается не пение какой-то СМР, поэтому я расскажу тебе позже, понадобится он конкретно тебе или нет. Ну вот примерно как это будет звучать. Отчего так в России березы шумят, Отчего белоствольные все пальмают. И тут у дорог, прислонившись по ветру, стоят, И листву там печально витают. А на сердце опять горячо-горячо, И опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, Он, как я, оторвался от ветра. Разбор на укулеле. Так, для начала вам давайте объясню касаемо каподастро. Мы будем с вами разбирать не в оригинальной тональности, то есть будут с вами у нас простые аккорды, в оригинале, конечно же, там все идет с диезом, а не там баре, а нам вообще не надо. Поэтому, допустим, для моего голоса петь без каподаста тяжело. Я сажусь и так, Чего ты, красиво, березы шумят. Ну то есть я нижу. Поэтому, скорее всего, у вас такая же будет проблема, берете каподакстер, если у вас до сих пор его нет, просто берем карандаш с икея, вашу резинку для волос, на матовом это все как-то для одной песни, конечно же, пойдет. Но лучше, наконец-таки, купить, приобретить его на Алике. И начинайте находить свою нужную тональность. Конечно, поподробнее это все буду объяснять в других видосах, ну просто знай, ты можешь его поставить или на второй. Ну, для моего голоса, допустим, низковато, ставим чуть-чуть на как бы третий. На третьем уже более-менее что-то я могу там спеть. Ну, на четвертый это уже полнейший, наверное, будет хардкор. Чего ты, красивые березы шумят. Ну, может, у кого-то высокий голос будет идеально. Вот, имей в виду, да, вот это пока мы это убираем. Я буду показывать без каподастра. Потом объясню, как это все играть с каподастром. Сейчас ты все поймешь. Разберем для начала вступление. Вступление суперпростецкое играется на одной струне. Для начала нам нужно сыграть открытую первую струну. То есть ноль. Далее мы зажимаем второй лад. Далее третий. И пятый. То есть... И возвращаемся. То есть, получается, играем опять третий. Второй. И опять ноль. Получается. И этот рисунок мы с вами будем играть три раза подряд. И получается. Со вступлением. Понятно. Ну, а сейчас с вами разберем аккорды. Аккорды, на самом деле, самые базовые, которые нам понадобятся. Первый аккорд, аккорд фа. Зажимаем вторую струну на первом ладу. Далее четвертую струну на втором ладу. Следующий аккорд, аккорд жи. Зажимаем первую и третью струну на втором ладу. А вторую струну на третьем. Третий аккорд, аккорд с. Зажимаем просто первую струну на третьем ладу. Далее нам понадобится аккорд а7. Мы просто зажмем третью струну на первом ладу. Не помню уже, какой по счету далее идет аккорд ДМ. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую и третью на втором. Далее у нас идет аккорд Е7. Мы зажимаем четвертую струну на первом ладу, а третью и первую на втором. Мы уже почти на финишной прямой. Последний аккорд понадобится нам, а аккорд АМ. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. По сути, все эти аккорды ты уже по-любому знаешь. Если нет, то поставь на паузу и еще раз поиграй. Соединим это все. С аккордами понятно. Теперь смотри, что мы будем играть в куплете. В куплете у нас с вами будет рисунок, наконец-таки, арпеджио или по-другому перебор. У меня на канале есть целое видео касаемо этой темы. Обязательно посмотри, если возникают проблемы с перебором. На каждый аккорд мы будем с вами играть рисунок 4, 3, 2, 1, 2, 3. Еще раз. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Но, имея в виду, на первой строчке на аккорд С мы будем его играть два раза. Сейчас все поймешь. Давай соединим с аккордами. Надеюсь, понятно. Так мы будем играть целый куплет. Далее на припев мы будем играть один удар вниз на каждый аккорд. Но прикол этого припева в том, что тут идут быстрые переходы на аккорды. То есть, если у тебя проблемы с переходами по аккордам, то есть с одного на другое, что-то тут вообще так быстро, еще в быстром темпе. Также есть на канале целый видос про аккорды. Обязательно посмотри, я там все это объясняю. Мы тут будем играть один удар вниз на каждый аккорд. Тут у вас есть выбор, как играть. Смотрите, возьмем первую строчку. А на сердце опять горячо-горячо. Я могу их играть двумя способами. Сейчас все покажу. Выберешь самые для тебя удобные. Можно играть А на сердце опять горячо-горячо. То есть, я играю АМ, А7. Или же ты можешь не играть эти два аккорда, а сразу вступить на ДМ. И получится А на сердце опять горячо-горячо. То есть, ты можешь играть АМ, А7, ДМ, Джи, Ц, Фа. Или же брать первые два аккорда и просто играть ДМ, Джи, Ц, Фа. На выбор. Также, сейчас мы это все будем соединять. Смотри, такой момент. В четвертом куплете, а чего-то в России березы шумят, там у нас повышается тональность на целый тон. Но мы такого делать не будем, потому что там какие-то странные непонятные финтиперства аккорда. Тем более, вы чего? Я только знаю четыре блатных. Такого мы делать не будем. Просто оставляем все эти аккорды, которые мы играли в других куплетах. Хорошо? Теперь, давай это все соединим с Кападастром. Скорее всего, у тебя возникнут такие вопросы. Допустим, если ты берешь Кападастр и ставишь его на второй лад, то наш Кападастр теперь считается как нулевой лад, и мы от него считаем остальные лады. И получается первый, второй, третий, четвертый и так далее. То же самое и с третьим ладом. То есть, если я ставлю Кападастром на третий лад, то теперь мы считаем так же. То есть, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. То есть, касаемо аккорда будет... Ну вот, Е7, конечно, не очень удобно мне, потому что я дамы тоже большая. Ну, попробуй, покрутись, повертись, по-любому что-то будет звучать. Ну вот, Е7. Вот, то же самое со вторым, да? И вот так вот. Красота! Разбор на укулеле. Вот, теперь давай погнали, все это от начала до конца соберем. Помним, в куплетах 4, 3, 2, 1, 2, 3 на каждый аккорд, кроме первой строчки на аккорд С. Погнали! Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кивают. Я пойду по дороге, простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю? Отчего так печальные листья летят? Под рубахою, душу лаская. Приготовься, удар вниз. И... А на сердце опять горячо, горячо. И опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра. Песня готова. Если тебе понравился разбор данной классики, то поставь свой лайк. Также напиши комментарий, какую следующую песню мне разобрать. И самое интересное, ты можешь выучить песню эту или вступление этой песни, выложить в себе в Инстаграм и отметить мой профиль Даша Кирпич. И попасть ко мне в сторис. Вау-вау! Ну, а также ты можешь поддерживать все мои труды и старания подпиской на Бусти. Вот, например, эти ребята уже это делают, получают крутые ништяки и весь раздачный материал там же. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Слонившись поветрусто. Нет, ну, еще раз, еще раз. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот даже, что, аккорды не знаю, что ли, или что. Еще раз.